Воскресенье Иисуса Христа Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секрет успеха». Это уже пятнадцатая неделя этого года, 2015 года. Это удивительная неделя, потому что мы сейчас вспоминаем Воскресенье Иисуса Христа. Для нас это очень большой праздник. У нас, христиан, есть праздники, которые много значат. И это праздник, который заключает все остальные праздники. Когда Иисус пришел на землю и прошел весь тот путь, умер и воскрес. Это все то, что Он пришел заради нашей цели, для которой Он пришел, чтобы спасти нас. И также для нас, христиан, есть путь, земной путь, который мы каждый должны пройти. Когда мы физически родились, и пройдем в этот путь, когда физически умрем. Но когда мы духовно родились, и мы уже никогда не умрем, будем в вечности. И если мы будем верны Господа, то будем в вечности с Господом. И на этой неделе стих, который мы изучаем, удивительный стих, я бы хотел, чтобы мы прямо сейчас его послушали. Награда побеждающему. Откровение, 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Первый, кто победил смерть, это наш Иисус Христос. И Он дает нам силы, возможности, чтобы мы тоже были победителями в этой жизни. Пусть на этой неделе мы порассуждаем глубже об этом стихе, о победе, о белых одеждах, которые Господь обещал нам, о книге, которую нам дают. Чтобы этот стих не просто выучить наизусть, но действительно, что Он перешел в наше сердце. Чтобы мы более думали о том, что нам надо жить каждый дневно в победной жизни. И это то, что хочет о нас Господь. Но сейчас мы немножко размышляем о стихе, который мы изучали на прошлой неделе. Это Трое Карантиано, 33 стих. Я тоже хотел бы, чтобы его посмотрели после «Маленькой реки». «Маленькой реки» «Маленькой реки» «Маленькой реки» «Маленькая реки» То, чтого вы увидели, это, я бы сказал бы, рекламка. Думаю, это самые подходящие слова. Хочешь им его на другое найти в том, что если вы смотрите видео и вы не подписаны на рассылку, а вы можете это сделать, и вам каждый понедельник будет приходить стих, который мы изучаем в этой неделе, когда этот стих придет это будет вам для поминания и там будет некоторый материал как этот стих изучать в заставке на компьютер, на телефон в мп3 запись, поэтому если вы не подписаны, вы это можете сделать в любой момент, здесь в конце есть маленькая круглая кнопочка и вам только надо нажать на эту кнопочку и вы сразу перейдете на ту страничку на капли соток, где вы можете подписаться удивительный стих я недавно в начале недели с одним человеком мы шляли в этом стихе, он говорит неужели там и записано, что вы показываете собой, что вы письмо Христово я думаю, наверное так и мы посмотрели действительно так так записано в Библии мы показываем собою, что мы письмо Христово какое это письмо когда люди читают меня какого Христа они видят такого, который он есть на самом деле или искаженный или той, который не умеет прощать не умеет любить я не знаю какого но очень важно чтобы в нас через меня люди читали Христа который, какой он есть на самом деле и я думаю, это современная проблема что мы не всегда так есть такие есть, какие мы должны быть я надеюсь, что мы молили что мы увидели молились на этой неделе и увидели, что мы нарушаем Божье Слово и просили Господа прощения чтобы не всегда являлись тем письмом таким письмом, которые были через служение ваше написано чернилом не чернилом служение наше это не то, что мы что-то делаем в церкви это то но это недостаточно наше служение перед Господом все время мы рабы Господни а рабы, Он всегда работает на Своем Господине и зависимо где мы какое наше служение через это служение мы люди видят Господь видит какое мы письмо и удивительно, что это не чернилом записано а Духом Святым вот служение, которое мы должны делаем и делаем действительно, оно должно быть побуждать чтобы побуждал Дух Святой его делать не нам хотелось а хоть бывает такое, но редко что нам хочется что-то делать но Господь нам не повелевает этого делать а мы делаем потому что нам хочется по каких-то разных причинах и как бы это было правильно чтобы действительно нам так ходить перед Господом чтобы у нас было служение и было служение то, которое Господь нам приготовил и последний момент не на скрыжалях каменных но на плотяных скрыжалях сердца Много можно размещать в этом стихе, но я для себя ответил так, если я делаю что-то хорошее, потому что я знаю, что так написано в Библии, если я не буду так делать, это плохо для меня будет, возможно я согрешу даже, и поэтому я делаю. Это похоже как на скрыжалях камнях, но на скрыжалях платяных это я так делаю, потому что я хочу так делать, потому что я люблю Иисуса Христа, и Он просит меня что-то так поступать, и я так поступаю. Или наоборот, я так не делаю, не потому что там меня током ударит, какой-то для меня вред будет, но лишь потому что Господь говорит так не делать. И как бы хотелось, чтобы наши сердца действительно были плотяными, чтобы они были близки, чудливы к Господним заповедям, Господним словам, чтобы они были чудливы к людям, тем, которые нуждаются в Господе, в чем-то еще нуждаются, в помощи, чтобы действительно то служение, которое нам Господь предлагает каждый день, чтобы мы его исполняли. А возможно уже мы не видим того, что Господь нам хочет что-то побудить, тогда серьезно надо прямо сейчас остановиться, попросить Господа прощения, сказать, Господи, я порчу Твое письмо. Сделай все возможное. Я каюсь перед тобой, я хочу быть письмом, помоги мне в этом. Думаю, это очень важный стих, и каждому надо, не только раз, когда мы изучаем этот стих, но хочу раз в год остановляться, просматривать, насколько, каким я являюсь письмом, и другие сферы в нашей жизни поправлять, замечать. Вот такие маленькие размышления, которые я хотел бы над собой размышлял, в своей жизни, и хотел бы вам поделиться тоже. К сожалению, люди мало пишут комментарии, есть хорошие комментарии, о которых я размышлял в этом стихе. Пишите комментарии. Это застает вам более подумать, а это именно то, что надо. Когда мы размышляем, что нам написать, мы именно размышляем о Слове Божьем, именно тогда нам приходит успех, который гарантирует Библия. Другие люди будут читать, вы заставите, принудите других людях тоже размышлять больше о Слове Божьем. Поэтому это все будет к нам на сбудувание. По-руссийски слову нам будет друг друга больше и больше сильным, сильным делает. Это то, что мы должны делать. Именно тот стих, который мы будем изучать, побеждающим обличется белой одеждой. Мы должны жить по бедной жизни каждый день, каждое мгновение. И если мы это не живем, то хоть должны знать, что мы должны это делать и постепенно делать ступени, которые приближали нас к этому. Еще один удивительный стих, который я также хочу уже поделиться, когда мы будем, дать Бог, проживем эту неделю. Мне было спасибо, что вы выслужили это. И давайте изучаем Слово Божье. Особенно это в последнее время мы так нуждаемся в Слове Божье, чтобы устоять в этом мире, тяжелом мире. Чтобы все у нас наваливается, чтобы устоять самым и еще выдержать кого-то, который является возле нас. Спасибо за внимание. Пусть вас Господь обильно благословит. Спасибо. 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 Спасибо.